Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Анастасия. Мой инстаграм омгвау. Обязательно подписывайтесь на меня. Я веду фотокурсы, курсы по моделированию онлайн и оффлайн. Буду очень рада вас видеть на моей страничке. Сегодня у меня будет тема, пожалуйста, снимите ноготочки у модели. Сегодня мы будем трэш делать. Это трэш-формы. Это то самое, что привлекает массовую аудиторию. Пожалуйста, пройдись, покажи нашим гостям. Я за полтора года сменила три местоположения. В каждом доме было по три мастера. И все они хотели зарабатывать, естественно. Но так получилось, что они все хотят заработать, но их работы ничем не отличаются. К сожалению. И клиент у нас настолько сейчас просто избалован этим предложением, что для него, к сожалению, простой френч уже не так актуален. И сегодня я предлагаю вам потрошить немножечко. Сегодня я вам покажу, как сделать вот эти ногти. Смотрите, для клиента кажется, как будто вы бог. Вы просто бог и моделирования, и всего на свете. Посмотрите. На самом деле это делается буквально за пять минут, можно так сказать. Это действительно просто, потому что здесь нету, как в арочном, например, моделировании, здесь нету какого-то алгоритма. То есть нету каких-то четких правил. И, соответственно, здесь только ваш креатив, только то, что вы захотите. Смотрите, это золотая втирка. Это может быть что-то еще другое, кстати, по поводу вот этой руки. Обратите, пожалуйста, внимание. Такой дизайн для мастера обходится ровно в 30 рублей и в 5 минут. Ну, я серьезно говорю, потому что даже на такую длину я сделала модель буквально за 5 минут и заработала на этом. То есть этот дизайн стоит от 500 рублей. И, кстати, если вам будет интересно, то пишите мне в директ в моем инстаграме. Я вам пришлю этот мастер-класс. Вот. Стоимость уточняйте. Вот. Ну, значит, начнем. Вот. Сегодня, да, сегодня мы будем делать контент. То, что интересно не только для мастеров, но и для клиентов, чтобы показать, что вы вообще умеете. То есть разогреть свою аудиторию, немножко пошалить, так скажем. Ну, это быть просто хорошим мастером уже, ну, никак не модно. Ну, это не актуально, это, ну, уже на таком денег не заработаешь. Ты можешь выделяться либо тем, что у тебя слишком крутые дизайны, у тебя крутые работы, либо ты какая-то личность, но делаешь все равно однотон. Либо ты круто преподаешь, ты там харизматичный такой. То есть это выбираешь сам. Но самое главное, выделяться обязательно нужно, обязательно. Ну, это уже совершенно не котируется, к сожалению. Вот. Это буквально мой инстаграм в 2019 году. Честно говоря, как только я сама поняла, что все зависит от контента, то есть от красивой фотографии, потому что сейчас 21 век, и спроса очень-очень много. Ой, точнее, нет, предложения слишком много. Вот. Я решила заняться инстаграмом полностью и бесповоротно поняла для себя, что делать контент, делать крутой контент, это, ну, это действительно, это мое, это очень интересно, и это очень мне быстро помогло за три месяца проживания в Питере, когда я переехала из маленького города, вот, уже начать работать с очень крупными блогерами и получать различные заказы. Ну, в общем, не об этом. Значит, наш сегодняшний план — сделать крутой контент, показать свои возможности всем и себе, и своим подписчикам, привлечь внимание обязательно, кстати, если вы будете делать со мной вот эти вот ноготочки, вот эти вот, еще раз, покажи, пожалуйста. Если вы будете со мной это делать, то обязательно отмечайте меня в историях, я буду делать репосты. Вот. И так мы сможем обменяться аудиторией и сделать взаимный пиар. Словить восхищенные взгляды и оторваться по полной. Значит, вот что, вот эта работа выглядит вот так вот онлайн, и вот так вот можно ее снять. Как снимать вот так вот буквально в домашних условиях, вы можете посмотреть у меня в Инстаграме. Кстати, это всего только одна кольцевая лампа, и я обязательно научу, как это делать. Подписывайтесь на меня. Так, значит, первое я расскажу, как делать шипы. Как делать шипы? Посмотрите, пожалуйста. Очень классный дизайн. Кстати, сегодняшний перелет из Питера в Москву, он очень с легкостью пережил. И делается он действительно очень-очень просто. Смотрите. Здравствуйте. У нас есть еще одна линия, по которой мы ведем трансляцию для всех, кто по чуть-чуть решил, по чуть-чуть посмотреть на каждого спикера. Вот, и поэтому я хотел с вами познакомиться. Вот еще один микрофон, у нас их много. Слушайте, я прям присяду к вам. Не то чтобы я надолго, но как бы я постараюсь очень быстро, очень кратко. Ну, удивили, потому что обычно, который вот мы проходим круги с Nail, это обычно такой коммерческий формат, показать техники. А вы же как раз решили показать тот самый завлекающий контент, который можно делать с помощью трэш-форм. И как часто это необходимо делать? Как, насколько эффективен в вашем случае этот вариант? В моем случае это эффективно, потому что моя цель вообще, вот зачем я вообще это делаю? Посмотрите на большой палец. Ну, вот как в это можно не влюбиться? Ну, это можно расплачиваться. Можно же PayPal. Я так уже делала. Я уже, да, в ноготь внедряла вот эту вот маленькую сим-карту. Не знаю, как она называется. Вот, это, потому что у меня цель, я хочу работать с блогерами. Я хочу осуществлять вот такие вот работы, потому что обычный однотон мне реально не интересен, понимаете? Ну, я не могу. Поэтому вот я решила, что я буду выставлять свой Инстаграм, вот такие вот работы, и на однотон я себе сказала нет, все. Если я его не хочу продавать, зачем мне его продавать, правильно? У меня вопрос тогда. А у вас есть аккаунт в ТикТоке? В ТикТоке? Ну, наверное, будет, да. Потому что, мне кажется, вот это одна из тех площадок, когда вот это будет прямо заходить, там я иногда залипаю, я вот на это бы смотрел бы. Если честно, я вам говорю, я бы вот, если бы вот как ваша модель сейчас все это делает, я бы просто смотрел на пальцы, я бы просто смотрел бы на ногти, потому что это невероятно. Каждый палец, каждый ноготь имеет вообще какую-то свою определенную форму. Ну, смотрите, если вам все-таки нравится на это смотреть, и вообще хотите узнать историю, как эти ногти делались, вы можете подписаться на мой Инстаграм-аккаунт Омг Вау. Вот он, вот он так называется. А его и не видно, его заживало. Еще раз, давайте, как Инстаграм-аккаунт? Омг Вау. Омг Вау. Да. И если вам хочется увидеть, как эти ногти делались, я в ближайшее время выложу мастер-класс бесплатно совершенно для всех. И вы сможете посмотреть. Как долго? На самом деле, я же говорю, это не долго. Это круто, это не долго, это вызывает кучу эмоций, понимаете? Но это, вот эти ногти мы делали всего за 5 часов. Оу, но для меня, как для мужчины, как бы это долго, но я так предполагаю, а Френч делают 2 часа. А это мы делали 5 часов. И посмотрите, как это круто. Что вас вдохновляет? Вот как на это можно не обратить внимания? Я не понимаю вообще. Что вас вдохновляет? Музыка? Рэп. Рэп? Да. Серьезно? Меня вдохновляет рэп. Это очень неожиданно, но тем не менее, глядя на вас, такое нежное, обаятельное. Ну, на самом деле, просто в последнее время такое прям настроение. Вот прям, ну, хочется чего-то. Вот такого вот, знаете, вот прям вот смотришь, и вроде это и настолько плохо, что красиво, что круто. И мне это очень нравится. Ну, я так, я на самом деле могу сказать, что это обычный маникюр для жены 50-сента. Скорее всего. Ладно, спасибо вам большое. Анастасия, мы к вам еще придем, послушаем. И хотелось бы узнать ваше мнение на тенденции. Вот такая вот, что ожидает? Будет ли это... Ну, в общем, не буду сейчас задавать вопросы все. Чуть позже вернусь, и тогда вас прошу. Хорошо, но у меня уже есть ответ. Я понял, все, хорошо. Но мы вместе с вами услышим его чуть позже. Так, ну, смотрите. Значит, мы делаем с вами сейчас шипы. Как их делать? Есть один блогер в Инстаграме. Ее зовут... Ну, не знаю, можно ли называть ее имя? Можно ли называть ее имя? Ну, не знаю, лучше не буду. А? Ну, Fall Kiss. И вот она буквально недавно выпустила свой клип. Вдруг вы ее знаете. И она будет вот с такими вот ноготочками. И, знаете, если вы думаете, что это неинтересно, ни для мастера, ни для кого, такие ногти стоят 11 тысяч. Такие ногти стоят 11 тысяч. И они точно того стоят. Потому что их, ну, их не сделает никто. Серьезно. Но я вам сегодня покажу, как это можно сделать. Так, ну, значит, смотрите. Нам нужен для этого акригель, формы для наращивания. Неважно, кстати, какого оттенка. Я просто тут, ну, немножко не убавила. Нам нужен дотс, топ без липкости и черный цвет. Значит, создаем подложку. Смотрите, я сейчас не буду на модели это делать, да? Но я просто вам это проговорю. Что мы подложку не создаем. Сушим ее одну минуту. И берем наш дотс. Собственно, как это все происходит? Мы делаем по одному шипу отдельно. Смотрите. Можешь пока походить продемонстрировать. Смотрите. Мы берем акригель. Вот такую вот большую капельку достаточно. Но я хочу большую. Вы можете делать и поменьше, если хотите. Но тогда их нужно будет делать больше, соответственно. Берем каплю. Я вам покажу один элемент, как он делается. И потом вы сможете свое вдохновение как-то проявить и сделать что-то похожее. Берем, ставим на ноготь и покручивающими движениями делаем кружочек. Ну, чтобы акригель полностью прилип к ногтю. Вот. И эту ручку, вот этот вот, шарик от дотса, мы хотим оставить немножко вот наверху. Вот, посмотрите, наверху. Так, мы крутим круговыми движениями. Так, мне нужен кликер. Рекунду. Ну и ладно. Так, смотрим, смотрим, смотрим. Снимайте. Так. Оп. Поднимаем. Переворачиваем. Если хотите, если вы подумали, что это слишком большой шип, ну, то есть он будет неудобен, тогда мы можем немножко срезать его. Чуть-чуть. Так, ставим. И сушим его также вверх головой. Буквально, буквально 15 секунд. Буквально 15 секунд. Он быстро схватывается, поэтому вы можете приступать далее. Ну, давайте сделаем еще один элемент дизайна. Вот. Опять же, берем шарик. Накручиваем его, чтобы получилась такая сфера. Ставим его. Делаем тоже свой, сами рисунок свой создавайте. Вот. И пошел у нас следующий шип. Вот. Когда мы чувствуем, что уже все приклеилось, мы берем оп. Делаем вот так вот. Можно, кстати, в разные стороны его покачать, чтобы он по-разному засушился. Так, мне здесь не нравится. Вот так. И сушим. Ой, вот так. Вот. Ну все, они уже схватились. Так. Да, кстати, когда вы уже сделали полный весь рисунок из этих шипов, вокруг, вокруг ногтя будут небольшие остаточки от этого геля, от акригеля, и поэтому его нужно будет выпилить. И далее, что мы делаем? Что мы делаем? Мы берем черный цвет. Мы хотим покрыть втиркой. Берем черный цвет. Можно не обезжиривать, можно с ним ничего, собственно, и уже не делать лишнего. Набираем. И для того, чтобы втирка просто была яркая, вам даже не нужно ничего там, ну прям вот, чтобы он плотно-плотно лег. Просто прокрашиваем. Хорошенько прокрашиваем. Со всех сторон. Главное, ничего не пропустить. Главное, ничего не пропустить. Сейчас я вам расскажу, как втирать втирку. Смотрите, на этом ногте, видите, такая втирка немножко грубая, то есть видны вот эти блесточки. Если вы... У меня просто тогда не было времени, я была очень сильно сжата во времени, и поэтому я решила не покрывать топом. Но если вы хотите, чтобы было прям вот как стекло, прям так гладко, прям вот чисто-чисто, без единой вот этой вот шероховатости, вы можете покрыть топом, топом без липкости, и буквально 10 секунд, там 15 подержать, и тогда на горячий топ сразу втереть вот эту втирку. И тогда она ляжет очень хорошо. Вот, ну, давайте мы вообразим, что у нас времени нету совершенно. И смотрите, что получается. Можно крупным планом, пожалуйста? Это сейчас будет просто бомба. Я взяла обычную кисточку. Посмотрите. Ну, как это можно не влюбиться, я не понимаю. Это занимает, этот ноготь займет у вас 15 минут времени. Но вы просто представьте, вот человек, который пройдет мимо вашей странички, насколько он обалдеет, когда он это увидит. Вот. Ну, вот вы просто представьте, и потом мы, когда это покрываем топом, соответственно, это будет еще сильнее сверкать. Это у нас первая трэш-форма. Вот. Если будете это повторять, обязательно отмечайте меня в Инстаграме, я очень буду вам благодарна. Вот. Сейчас мы будем делать вот это. Интерпретации, как вы хотите, так и делайте. Вот. Сейчас я вам покажу, как делать вот это. Значит, ну, во-первых, нам нужно проделать дырочки. И взять гель. И маленькую кисточку. Набираем небольшое количество. И просто вокруг этих дырочек берем вот так вот. Вот такую линию провели, быстренько засушили. Быстро, да. Буквально на 5 секунд, потом гель быстро схватывается. С другой стороны какой-нибудь. Смотрите, это тоже на вас вкус. Вы вольны делать все, что вам угодно. Вот здесь. Сушим быстро. Если хотите, можно переворачивать руку, чтобы, например, вот этот материал, он был немножечко вот так вот, ну, пообъемнее. Давайте один еще сделаем буквально. Давайте еще вот здесь поставим, здесь сделаем объем. Так, посмотрите, ну, что это уже такое получается. Интересненькое. Посмотрите. Кстати, они очень хорошо носятся. Они очень-очень комфортные в носке. Это самый, мне кажется, безопасный ноготь из всех пяти. Так, ну, смотрите. Ксюш, ты хочешь еще чего-нибудь сюда добавить? Я хочу, честно говоря. Не могу, душа требует. Давайте еще. Давайте еще одну сделаем, большую теперь. Чем больше движений вы делаете, тем больше вы уверенности в себе чувствуете. Потому что это действительно, в этом нету ни архитектуры, ни правил. Это будет носиться действительно хорошо. И это выглядит максимально-максимально эффектно. Я перевернула для того, чтобы это немножечко вытянулось. Так, быстро переворачиваем, слушаем. Так. Все, посушили. 30 секунд. И теперь так же. Покрываем черным. Теперь обратите, пожалуйста, внимание, не залейте дырки черным гель-лаком. Ни в коем случае. Иначе у вас вот этот вот эффект вот этих дырочек пропадет. Это будет некрасиво. Спокойно. Видите, у меня абсолютно смелые движения. Потому что у меня нет никакого алгоритма. Я просто вот делаю, как я чувствую, как я вижу, понимаете. И все. Я сделала буквально ничего, но получилась такая красота. Следите за тем, чтобы черный гель-лак не залил дырочки. Кстати, обязательно вот эти все ногти покрывайте черным изнутри тоже. Это очень-очень важно. Смотрите. Все, слушаем. Я хочу еще показать... Ксюшенька, иди сюда, пожалуйста, подойди. Вот, смотрите. Этот дизайн, конечно, без пирсинга. Пирсинг он очень долго делается, особенно, когда кусачек нет. Посмотрите на этот дизайн. Кстати, он в последнее время, он очень сильно востребованный. Очень. Вот, и обычно у клиента я беру за этот дизайн от 500 рублей за 5 пальцев. Но в чем его прикол? Он реально делается за 5 минут. И я сейчас вообще не прикалываюсь. И если вам интересно, как вообще это делается, и хотите... Себестоимость его тоже рублей 30. То есть это максимальная выгода. Если вам интересно, тоже подписывайтесь на меня в Инстаграме. И я скину вам мастер-класс. Он стоит всего 300 рублей. Но зато это очень крутое вложение. Так, ну все, мы покрыли черным гель-лаком. Снимите, пожалуйста. И просто хаотичными движениями. Просто вот сейчас это момент наслаждения. Мы берем... И посмотрите. Да, может, это кому-то не понравится. Но это настолько... Это непонятно, но это реально привлекает внимание. С этой стороны и с другой стороны. Девчонки, креативьте, действуйте, пожалуйста. Понимаете, то, что мы делаем каждый день, не делает никто из мастеров. То есть, может быть, там кто-то будет сомневаться и стесняться какого-то стиля в одежде. Понимаете? Кто-то, может быть, стесняется стиля мейкапа какого-то яркого. Но ногти, понимаете? Ногти — это как раз способ самореализации. Ну вот, мне не хочется одеваться ярко. Ну, потому что я стесняюсь. Вот я такая стесняшка. Но ногти я реально могу позволить себе все, что я хочу. Вот, собственно, девочки. Если будете это повторять, обязательно меня отмечайте по сотрудничеству, по каким-то еще вопросам, по обучению. Кстати, если хотите снимать вот таким вот образом, используя всего лишь один мой секрет, который я обязательно вам расскажу на своем фото-видео курсе, я буду вас очень-очень ждать. Вот. И, собственно, наверное, все. Еще раз похвастайтесь ноготочками. Особенно вот этот большой.